Всем привет! Это очередной обзор в рамках проекта Купара Тим. Сегодня мы будем тестировать спортивный клуб Pro Sport. Находится он значит на Магнитогорской 1А. Это западный микрорайон, если я не ошибаюсь, жилищный комплекс Екатерининский. Сегодня мне будет помогать Александр. Ранее был известен как Александр Шкода, но после вступления в древние знания по Жиробасино Стайл он был переименован в ученика Негоняя Лысого. Так, сейчас надо понять где этот клуб. Вот сейчас я вам покажу где он находится. Вот он короче этот комплекс и вот он значит Pro Sport находится. А вон как раз таки идет Александр. Доплыл сегодня. Заплыл. Миштячок. Так, рассказывай, что за клуб? Как давно ходишь? Клуб Pro Sport. Екатерининский рядом со мной. Я здесь недалеко живу, поэтому мне сюда удобно, когда не погода, я схожу сюда. Занимаюсь уже здесь около года, где-то так. Ну, короче, как-то так, ребята. Так что, поехали. Что? У нас есть инстанция напитков, да? Ага. Так, вот спортивный клуб. Здесь можно закрыть свое белково-углеводное окно после тренировки. Но мы так делать, конечно, не будем. Вот он здесь зал. Мы пришли. Все отлично. Расскажи, пожалуйста, по стоимости абонементов, разовое посещение, месяц, год, ну, в общем, полный спектр. Еще разовое посещение стоит 180 рублей, 1600 безземеть на месяц, на год 14 тысяч. Также у нас акция напарная абонемента скидка 10%. Отлично. Я вот смотрю, здесь еще составляют план тренировок, питание. Это уже непосредственно тренера делают, да? Да. Еще я заметил, здесь есть классное барное меню, где мы можем после тренировки закрыть свое окно белково-углеводное. Притрен. Можем притрен? Да, можно порционный притренник, можно гейнер, протеин. Отлично. Ну, и также, в принципе, здесь различные есть. Я смотрю, там и батончики, да, есть и маффины, шоколадные. Энергетика без сахара. Энергетика без сахара, да, это главное. Вот. Вода, обычная, если кто забыл. Все. Можно вам ключик? И мы погнали? Все, спасибо. Вперед. Так, ребят, это сам непосредственно зал. Здесь у нас женская раздевалка. Но нам она не нужна, мы идем мужское. Так, вот мужская раздевалка. Так, здесь у нас раздевалка. Ну, такая. Что у нас тут по шкафчикам? 36 шкафчиков. Парочку душевых. Вот, что у нас есть еще. Здесь у нас зеркало. Так, ребята, важно ключи от шкафчиков подойдется на время. И не терять 200 рублей. Ключики у нас такие. Так, ключи есть. Шкафчик под номером 6. Посмотрим. В принципе, еще у нас есть. Шкафчик довольно просторный. Может поместиться все вещи. Так, и у нас есть, где мы можем повесить верхнюю одежду. Одна и вторая. Так, дальше идем смотреть зал. Ребята, нашел хорошего тренера своего знакомого Светлана. Привет. Привет. Расскажи... Давно не виделись. Давно не виделись, да. Расскажи, мы тебя не отникаем от тренировки? Нет, у меня одна девочка уже закончила, а другая разминается. Только на разминочке. Скажи, в какие дни ты тренируешь, чтобы люди к тебе приходили? А, я тренирую, да, понедельник, среда, пятница, с 16 до 23, до закрытия. Все, ребят, запомнили, ребята? Все, приходим. Спасибо большое. Мы пошли, да. Мы идем дальше. Идем. Так, что здесь я вижу, ребят? Значит, смотрите, у нас в самом начале есть две беговые дорожки. Мы можем размяться. Два элипса, я вижу. Также я вижу велосипед. Да, можно взвеситься. Есть классный тренажер Хаммер для прокачки спины. Много народу, много народу. Время сейчас 8 вечера. В принципе, для такого зала достаточно много людей. Две жимовые скамни, тяга есть, кроссовер. Этот у нас тренажер предназначен, что это, для пуловера. Если лень, лень стоять, то надо будет делать, значит, смит один. ТРХ вижу. Есть у нас сжимовая скамья для ног. Так, перейдем к гантельному ряду. Ребята занимаются. Я вижу 35 большая гантеля. 35. Минимальная... Минимальная килограмм. И обратите внимание, гантельки. Супергеройские гантели. Да. Ну, у нас только 10 представлено. Марвела, к сожалению, нет. Я думаю, можно заказать себе вот такие. Так. Ну, в принципе... В принципе, я думаю, на этом все. Еще я хочу заметить. Есть блины. Не во всех залах представлены. 50 килограмм. Ребята, полтос. Полтос. Ну, это для супер таких тяжелоатлетов. Минимальный, блин, у нас есть пятишка. Или даже 2,5. А вот, идем сюда. Посмотрим. 2,5. Ага, 1,25. Ну, если кому как, еще можно попинать. Ребята, мы непосредственно в клубе спортивном «Проспорт». Эдгар, собственник и по совместительству тренер. Эдгар, расскажи про зал. Как ты вообще пришел к этой идее. Открыть там свой зал. Это тоже, в принципе, многих, я думаю, мечта. Всем по кайфу это делать. Расскажи свой опыт. Ну, что я к этому делу давно. Тренирую уже 10 лет. Всегда было в планах, ну, можно сказать, в мечте. Да, открыть зал и собрать такие тренажеры, которые по максимуму были эффективны. Ну, чтобы это не было там какой-то лакшери зал, в котором там были одни понты и все фоткались, да. А чтобы была именно рабочая обстановка, результативные тренировки и так далее. Ну, чтобы ребята приходили и непосредственно занимались. Да, тренировались, да. Не то, что там посмеяться, тупо походить, погулять. Ну, чтобы был зал, в который можно было прийти и потренироваться, не просто по сеть, пообщаться, да, там хихихаха, фотки в инстаграм, а именно рабочая обстановка. Вот попытались совместить и какую-то небольшую кроссфит зону, да, лифтерский поможет из толстой резины, канат, кольца, ну, всего по минимуму, ну, так, чтобы хватало. Пикборд, доска у нас есть. Также мы вот недавно, достаточно недавно запустили робные тренировки, где у нас есть ладиноамериканские танцы, вольная борьба для детей, каратэ, растяжка, йога. Скажи, детская секция, она помимо каратэ еще что-то есть? Ну, вот вольная борьба, на которой мы делаем акцент, да, мы хотим, чтобы дети росли в здоровом духе, да, и чтобы они развивались правильно. Скажи, какой возраст детей там от и до? От 5 до 15 лет. От 5 до 15, ребята, приводите сюда своих детей, заниматься будет очень классно и здорово. Так, еще расскажи, в чем уникальность вашего зала? Ну, у нас работают 3 тренера, все имеют высокую квалификацию, все прошли обучение и периодически повышают свои знания, посещают курсы, семинары, имеют титулы мастера спорта международного класса, просто мастера спорта, да. То есть тренеры не просто замоучки, а которые именно научены и приводят к нужному результату. А еще расскажи про фишку, которую ты мне за кадром рассказывал про ваш супертренажер секретный. Да, теперь у нас есть такой тренажер, достаточно интересный, называется ПРОВИЛА, который поможет вам восстановить себя после тренировок, тяжелых тренировок, если есть какая-то проблема со спиной, с суставами, тоже очень хорошая вещь, поэтому приходите, пробуйте. Отлично. Так, ну в принципе мы по залу закончили, сейчас пойдем в аэробную, ну и посмотрим на этот тренажер пыток. Довольно светло и просторно. Сейчас узнаем, что это за штука. Мы находимся в аэробном зале, сзади меня металлическая конструкция орудия пыток, ну мы узнаем, может не оно, что это такое? Да, это древний русский тренажер ПРОВИЛА, который направлен на растяжение мышц, лечит спину, помогает снять боли от грыж, протрузий. При помощи вот таких манжетов крепится к ногам, к рукам, цепляется за карабины, при помощи лебедки поднимается человек и висит, и балансирует на воздухе. Ну это типа из серии, когда там коней привязывали, короче, катали. Именно так, это как бы изначально было придумано для пыток, да, на Руси давно-давно, но потом люди поняли, что, чтобы снять нагрузку с позвоночника, необходимо растянуться, делать растяжку, да, элементарные какие-то упражнения, да, и вот люди пришли к этому. Очень давно им никто не пользуется, да, он не такой известный, но постепенно люди начали к нему возвращаться. И я думаю, что наш тренажерный зал, да, поможет людям вспомнить о нем, будут приходить к нам на тренировки, и они поймут, какой эффект приносит им на конкретное правило. Отлично, я понял. Сейчас давай, может, перейдем, расскажешь там, что куда-то крепится, пока он в несобранном состоянии, ну, мы примерно будем понимать, что к чему. Вот шлем глиссина, который крепится к голове, и чтобы голова не провисала, когда человек будет висеть, да, балансировать, снимать нагрузку с позвоночника. Этот манжет для рук, то есть он крепится на руки, при помощи карабина цепляется за тросы, и путем натяжения лебедки дополнительная нагрузка появляется. Также манжет для ног, крепится на ноги, и также подвешивается человек таким образом, я думаю, понятно, да, дальше не будет крепить, вот. И также при помощи лебедки человек поднимается и провисает, может положение быть головой вниз, и также развернуться лицом вверх, да, это позволяет максимально растянуть позвоночник в одной плоскости и в другой плоскости. Сам на себе пробовал и помогает очень при болях в поясничном отделе, конкретно у меня было такое, 40 минут проходит вся процедура, и за 40 минут реально помогает. Тот, кто не верит, приходите и проверите на себе. Сейчас мы будем собирать универсального солдата и пытать. собрали мы универсального солдата, будем отправлять для борьбы со Скайной, там, в будущее. Ну а пока мы испытаем, начнем выпытывать его, где там бабки лежат, пин-коды от карт и прочее. Все, поехали. Так, ребят, короче, ну затестили мой клуб, в принципе, прикольно, мне понравилась, качалка такая, да, для своего пространства, места, ну маловато, если было больше людей, было бы некомфортно и неудобно. Вот, мне понравилась обилие тренажеров, там было, вот, ну, в принципе, ты что скажешь? Я здесь почти живу, поэтому у меня как дома. Ну, как дома, поэтому будем мы дальше тестировать клубы. В принципе, ребят, классно ходить, единственное, ты ходишь по разовым, тогда абонемент покупать надо. Так, ну, в принципе, все. Так, ладно, вон, вон, нафиг я пойду забиваться.